Святки Время, когда не было телевизоров, гаджетов и интернета, люди собирались на площадях, в избах и играли в подвижные игры. Святки – это отличный повод для проведения активного досуга. 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 и 13 января в театральном кафе Дворца культуры города Железногорска собрались горожане, неравнодушные к традиционной русской культуре. Участники фольклорно-этнографической студии «Талан» знакомили всех с традициями святочных вечерок. Призываем людей вспоминать свои традиции, не забывать их, потому что если мы все забудем, вся наша страна может прогреть. Здесь будут различные игры, конечно же, танцы. И вечерки раньше длились очень долго. Мы постараемся уложиться в два часа, но с трудом в это верится. В два часа уложиться, конечно же, не получилось. Все действие длилось больше двух с половиной часов. И самое главное, что расходиться никто не хотел. Зрители, а вернее активные участники вечерки, с большим интересом включались во все игры, танцы и увеселения. На святках люди обычно собирались на вечерку в избу к старушке, к бабушке, которая жила одна чаще всего. Туда собиралась вся молодежь в деревне, и там они уже играли. Как известно, 2024 год объявлен в России годом семьи. Вот и организатор вечерки – студия «Талан» – это большая дружная семья. И в прямом, и в переносном смысле. У нас коллектив «Талант» – он семейный. У нас действительно многопоколенческая такая вот состав. У нас мамы, очень много многодетных матерей здесь присутствует. Меня пригласил мой друг сюда, и мне очень понравилось, как называется это. И еще плюс это 13-го числа, как праздник, решил отпраздновать. Узнал много чего нового, и думаю, что буду приходить на все остальные сюда праздники. К традициям русского народа приобщались и вас знакомили. Роман Матеров, Андрей Бессмертов, студия «Атом-ТВ» «Железногорск». Специально для СМИ проекта «Школа Русатома» «Атом-Медиа». «Атом-ТВ» «Атом-ТВ» «Железный», «Атом-ТВ» «Железный» «Железный» Продолжение следует...